Маленькая Болгария и огромная Российская империя 20-е годы 20-го столетия – время, когда размеры перестали иметь значение. Осколки могучей российской культуры хаотичной мозаикой складывались по всему миру в трагичной попытке сохраниться, спрятаться, укрыться, часто в незнакомых, чуждых менталитетах. Уютная Болгария предоставила благодатную почву для принятия родственных культурных установок, носителями которых стали представители белой эмиграции – офицеры, врачи, инженеры, священники, солдаты, рабочие. Трудно представить физическое, эмоциональное и психологическое состояние людей, прибывавших сюда через страшные лагеря острова Лемнас и Стамбула, оставивших за спинами сотни тысячи мили-километров родных, близких и родин. Мы попытаемся рассказать об этом в серии фильмов о судьбах людей, городов и памятниках, передающих исторические события такими, какими они, скорее всего, и были. Пловдевская область – Пловдев, город, которому более шести тысяч лет. Эти места хранят память о великой античной культуре, которой здесь до сих пор дышит каждый камень. О многовековом турецком господстве напоминает множество архитектурных и культовых сооружений. Артефакты, встречающиеся повсеместно, демонстрируют армянское, еврейское, греческое присутствие. Все находили тут себе не только пристанище, но и дом на долгие столетия. Объектом же нашего исследования является белая эмиграция, ставшая значимым явлением первой половины XX века и оказавшая свое весьма специфическое и весомое влияние на интеграцию русской и болгарской культур, продолжив традиции, заложенные великими событиями, последовавшими за русско-турецкими войнами и финализирующими их итоги. В этом фильме мы кратко расскажем вам о человеке, историю жизни которого, целиком состоящую из белых пятен, мы пытаемся восстановить. Покажем фрагменты интервью с людьми, которые знали его лично, с людьми, чья судьба тесно переплетена с судьбой нашего героя, белого офицера, ставшего священником и оставившего о себе самую добрую память среди людей, с которыми он провел последние 30 лет своей жизни. Если вам что-то известно об этом человеке, его родственниках или друзьях, пожалуйста, свяжитесь с нами. Все контакты под видео. Ахматов, священник государственного Абдебар, и там я был русский священник в Поповиче и некоторых селах. Тук са били белогвардейците са в Пазардецко и тук на Седноградско. След като бягат с командира си, полковник, бягат от революцията в 17-та година тук, те са били около 20 годишни тези мунчетта, а полковник е около 40 годишни тези мунчетта. Всички въдъзни жители на селото казваха и говориха, че той е офицер от армията на Русия с звание полковник и вече по време на остъплението на армията след октубрийска революция, са изтегляти част от неговите приближени. Офицери и войници са преминали през Турция в България и той се установява в нашето село с два негови войници, един и негови ординарец и други, които е служил при него. Был руководителем типо сдружения, че ли, белогадейских иммигрантов. Във всей България било несколька таких организаций и они, наверное, поддерживали связ, потому что он как-то, я предполагаю, из таких своих друзей узнал, что его сын находится в частей, которые в Северной Българии где-то были. А когда он уехал из России, его жена и сын остались там. И он все эти годы не видел своего сына и как-то обрадовало се, что така е възможност, такова е шанс ест. И он обратил се к администрации в советских частей, чтобы узнали где точно и разрешили ему, чтобы встретились. К сожалению, однако ему не разрешили увидеть с сына. Об этом он рассказал дедушки и отец тоже не говорил об этом. Так что он дедушки приходил и даже плакал, что так жалко, что не сможет увидеть сына, который, наверное, так повозрастел и вырос, что только в сердце отца можно было узнать его. Он был очень близким другом семи одного из моих прадедов, Ростислав Михалевский, так звали моего прадеда, отца моего дедушки Игоря. И вероятно с моей прабабушкой Ольгой тоже они были очень близки. Вероятно у них были общие знакомые еще в России до революции. Подробностей не знаю, только оказалось, что у меня везде фотографии он в одеянии священника, но он был казахским офицером. У моей мамы первая выродная сестра, а не ровесница с мамой, и она сразу сказала, что он казахский офицер. Но какого чина, где он служил, ничего мы больше не знаем. Или они же с разных сторон заходили, да, в Болгарию, ваши предки и Николай Александрович? Мои предки все через Лемнас прошли. Через Грецию? Все через Дайто, через этот остров. Я не знаю, в существе, в Греции, в другом месте были ли лагеря. Знаю, что в Истанбуле был большой лагерь, но они, может быть, проехали мимо, но оказались на Лемнасе. Интересно то, что вот мы с вами говорили, мы сняли отца Антония, который сейчас служит, да, поповец. Он рассказал о том, что он помнит, будучи, не знаю, скольки лет от рода, он какого, 30-го года, да, он помнит и помнит рассказы своего отца, который рассказал, что они пришли чуть ли не колонной, да, вот сюда в Болгарию. Николай Александрович был самый пожилой человек, ему на ту пору было 40 лет. 39. Да, остальные были молодые, молодые, неженатые люди, как сказал отец Антоний. Но с его слов получается, что это был, когда он появился здесь, это был лихой вояка, офицер, который не скрывал своей принадлежности к армии. Очень странная метаморфоза для военного человека. Я думаю, что он приехал уже священником сюда, потому что мы нашли его. Много ези, которые пришли здесь как изгнанники, не случайные люди, они, наверное, были связаны и у них были духовные старцы в Оптина, и в Глинская пустыня, и в другие самые известные обители, русские православные церкви. И какое богатство пришло к нам, духовное богатство, которое, к сожалению, до тех пор мы не понимаем это. Когда мы говорим о истории, из-за событий в истории, мы, наше внимание, наше внимание относится как самые главные события и как люди, которые для нас самые главные. И это имена только мы принимаем и работаем, но вот это люди тоже, неизвестные, как говорится, известные боги, конечно, но они патродились. И в памяти эти имена надо люди знают, кто это люди, кто они сделали. Ну, което интересно, тук, това е пудовка, явно е принадлежала к отец Полталсев. Что прямо? Вот это гиря? Да, да, това е 16 кг. Ну, что я могу сказать, я могу только попробовать взять ее, да, поднять и посмотреть, она тяжелая, пудовая и явно не новая. Вот так. Вот такие вещи остаются от человека, дорогие друзья. Памятник, доброе имя и пудовые гири. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Это история времени, когда они жили и служили здесь